Всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Сегодня снова хорошее настроение, сегодня солнышко. Я немножко спряталась за тучку, но ехал, было солнышко. Как видите, лужи, зеленая трава, червяки ползают, комары летают. Вот такая у нас Новый год. Ну ладно, дело не в том. Сегодня мы перегоним с другого гаража. Аудюху, соточку эту. Устал уже. Будем определяться сегодня, что дальше делать. Померяем, может быть, капот, крылья, двери, все навесное. Там еще подварить, конечно, надо. И порог, там кусок вырезали. И, может быть, сегодня мы определимся. Померяем, все подходит. Но если подходит, то бишь, если у нас сегодня все будет подходить. И, наверное, с завтрашнего дня, если никаких изменений не будет, то мы ее начнем готовить к покраске. Разберем и будем все подетально готовить к покраске. То есть машину будем красить несколько этапов. Так что это будет видно, как мы распределим лично мы этапы при покраске. То есть будет уже наглядный пример. Машина эта у нас, как бы, не то что не очередная, а такая не для успеха. И, то есть, иногда мы ее откладываем, то есть на потом. Иногда уже с весны. Бедная машина. Бедный дядя Вася! Ну, ладно. После этого видео я еще сниму видео. Выйдет немножко. Еще мы поговорим о сборах. Мы собираемся 6 августа. Вернее, 5 мы уже собираемся. Здесь объявили день 6 августа. Международный день гаражника. Да, это будет первый слет гаражников. Так что, кто будет участвовать, следите. Видео будут называться. Дневник слета и под номерами. Первый, второй. Первый уже есть. Там я рассказал, как, что мы собираемся сделать. То есть, планы уже все кучкуются. Все это более-менее становится в ясную картину, как и что это будет происходить. Немножко небольшие поправки внесем по программе. Проголосуем, какую нам программу лучше сделать. Потому что некоторые говорят, что, может быть, не стоит там за 300 километров экскурсию делать на автобусах. Это мы все обсудим на форуме. И здесь, в Брестской области, то есть, есть где поездить. Слет будет обязательно, будет большой костер. То есть, кто-то говорит, что вот на слете обычно там ля-ла-ла на гитаре, да, там все дела. Все это будет, все это будет, будет концерт, будет все дела будут, короче. Ну, ладно, не о том, это я подробно потом поговорю. Ну, а сейчас с утра, как всегда, анекдот! Ну, этот анекдот я прочитал или в ВКонтакте, или в Одноклассиках, кто-то мне прислал. Ну, меня приколол, анекдот старый-старый, но... Да, Олежа любит бородат анекдоты, да? Ну, это как все равно классику хорошую машину любить, да, так и музыку классику. Кто любит, тот понимает, о чем я говорю, да. Не зря ведь вот всякие рок-группы. Почему они с классики переделывают музыку? Потому что она вечная. Эти анекдоты вечные. Ладно, анекдот такой. Короче, соревнования, да, идут по борьбе. Ну, и там борец такой вышел. Короче, вообще непобедимый железный дядька, блин. Ну, и тренер, короче, своего наставника, там тоже такой мужичок хороший. Говорит, слышишь, ты, блин, ты с ним аккуратней. У него есть такой секретный захват. Короче, если ты в него попадешь, все. Все, ты понимаешь, все, карьера окончена. Ты не выберешься. Хорошо, если живой останешься. Ну, если ты попадешь в его захват, это все. Ну, ты понял, ну, что, я мать? Все, начинается все это. Конитет, борьба, динь-динь-динь-динь-динь-динь. Тут его херек поймал. Свой захват. Страшный. Все, весь зал закрыл глаза. Ну, знаю, чем кончится картина. Все. Ну, попал уже так попа. Тренер, все, закрыл глаза. Все, жизненератор расстроился. Блин, ну, проиграли. Отрывает глаза. Этот наставник, короче, держит этого хрена на лопатках. Короче, уже все. Чуть ли кто сдается не может. Тренер, ни хрена себе. Слушай, ты как никому вообще не удавалось вырваться вот так вот, из такого захвата. Говорит, ты представляешь, скрутил он меня, в захвате лежу я, а я глаз открыл, смотрю, яйца висят. Я думаю, сейчас я его укусил. Как? Укусил, короче, со всей силы. Ты представляешь, сколько в тебе сил появляется, когда ты свои яйца укусишь, блин. О! Вот такой анекдот. Вот это скрутил, да. Ну, а теперь, дядя Толе, презьед новогодний с ромашечками. На, дядя Толе, подавшись, распечатай. Вот, спасибо. Я сниму, понравится тебе или не понравится. Опять какую-то гадость подстроил. Вы смотри, дядя Толе. Выскочит что-нибудь. Не, не, ну, с цветочками шо ж там выскочит. Опа, похвастайся, дядя Толе. Покажи. Олежа, спасибо. Молодец. Дядя Толе, звезде Ютуба. С нашим логотипом. Да. Ну, люди уже видели эту кружечку? Вот будем кофе хлистать. Да. Ну, а мы начнем сегодняшний рабочий день. Итак, заставка пошла. Видите, вот мы тут обрабатывали грунтом. Вот мы обрабатывали грунтом эпоксидным. И, как видите, у нас ни ржавчинки, ни намека на нее. Потому что мы все правильно сделали. Машина стоит уже долго. Тут, как бы, мы просто законсервировали ее. И ни ржавчинки, ни намека на ржавчинку. Ну, вот, как бы, наша злосчастная эта печалечка. Здесь вот у нас не хватает, да, куска. Его будем наваривать. Ну, сегодня посмотрим, может быть, мы вот эту часть возьмем от другой машины. То есть, она у нас есть, но надо отпиливать ее. Сейчас дядя Толя разберется со всем. Дядя Толя у нас мастер крутой. Еще крыло снимать. Сейчас все поставить. Вот, как видите, у нас тут червячки влежат. Ну, он немножко подмерз, но шевелится. Будешь на шевелку. Да, погода шикарная. Да, Лядя Толя. Комары летают в январе. Комары в январе-то вообще. Звенит январская вьюга. Не любят люди друг друга. Это песня не про нас. Все так у нас достаточно пока близко к теме. Немножко по регулировочкам вот этим пройтись. Но крылышко у нас куда-то делается. Не можем его найти. В улажах посмотрели. Наверное, у Сереги оставили в машине. Это одно. Так что тут работа немножко у нас встала. Вот какой-нибудь да геморрой. Вот, дядя Толя пошел искать крыло. В том гараже. В том гараже мы уже искали. Нету. Так вот выглядит аппарат. То есть предстоящая работа. Тут небольшие ямки. Как бы по подготовке тут не так много работы. Но повозиться придется. Ну, с дядей Толя у нас тут форс-мажор, как всегда, вышел. Крыло профукали. Видать, оставили его около гаража. И бомжи из-за металлолом забрали. Ну, ладно. Хозяину мы уже позвонили. Обрадовали этой новостью. Сказали, Ося! Надо крыло новое. Короче, вот так. Ну, еще есть вариант, что мы его оставили в том гараже, где пятерка. Так что дозвонимся. Если нет, значит придется приобрести. Ну, и как понятно, что померить нам сегодня ничего не удастся. Так что машину мы пока отложим. Завтра мы будем производить съемки в камере нашей. Да? Так что мы сильно не расстраиваемся. Это мы не корову потеряли. Не в том дело. То есть с запчастями здесь проблем нет. Это мы купим, найдем. А сегодня тогда, чтобы день не пропадал зря, Друзья, как бы часто задают мне вопросы. Уже ссылочки устал давать. Спрашивают, что у меня за вытяжка, что за гидравлика, как я к ней отношусь. Вытяжка у меня китайская, но заводской Китай. То есть сами понимаете, что не очень китайская, да? Как мы уже общаемся, так на рации говорим. Называется она Big Red 10 тонн. Ну и сейчас покажу, как она укомплектована. То есть спрашивают, как она сама по себе в работе, как сальники. К ней идут дополнительные сальники. То есть их можно поменять, если вы уж сильно ее напрягли. Где-то потек сальник. Масло еще не доливал ни разу в нее. То есть работает она нормально, хотя пользовался ей уже долго. Ну и приступим к демонстрации. Ну вот так выглядит чемоданчик, да? Вот как мы видим, фирма, сейчас я обойду. Бекрет, Китай. Ну вот как видно выглядит вся эта фигня. Вот так вот упакован насос здесь лежит. Расталкиватель, то есть работает он на расталкивание. Потом вот эту фигню я брал отдельно. Тоже она 10 тонн. Здесь тряпочкой закрыл, чтобы поршень не так пачкался. Быстрый разъем. То есть она отдельно продается. Где-то около 90 долларов стоит. Пяточка. Вот эта. То есть клещи раздвигаются вот так. Ну не надо на них надеяться, что какие-то складки там или двери откроются. На самом деле эта штука вообще очень слабая. Я не знаю, нахеранно тут вообще. То есть вот такие вот упорчики. То есть ставишь, чтобы упиралось. При желании можно вот эту штучку вот сюда накрутить тоже. Как бы для упора. Вот такие упорчики. То есть для ребер где-то. Такие упорчики. Вот такая нахрена не знаю. Но в хозяйстве пригодится. Ни разу ее не пользовались. И сама пятка под упор. Собирается все очень просто и весело. Как автомат калашников. Вот эти вот наборные штучки. Трубы. Длина по-моему 2,50 метра. 2,5. Если все нарастить трубы. Тут много. Трубы при желании можете сами заточить. Какие вам нужно. То есть вот такой набор. Все это в чемодане. Чемоданчик весит тяжеловато. Носить с собой его не очень удобно. Но до машины донести можно. Вот человек говорит, что вещь офигенная. Прячется, прячется. Это он за ножницы заступаться. Ну что ты вот ножницами этими делал? Расскажи. На броневике попробуй. Вот эти. Объясни, что ты ими вообще можешь делать. Ну, этими ножницами можно делать, например, оттолкнуть движок, когда вкидываете ту же коробку. Вот. Когда надо машину приподнять. И когда надо в узком месте складку выдавить. Ну, например, порог. Если есть где-то доступ, где можно ее засунуть. Вот. Разжимает великолепно. Достаточно надежно. Не знаю, почему ты идиолит. Ну, двери, ты говоришь. Двери разжимаются, если есть доступ, чтобы сами ножницы влезли. Вот. То есть, если где-то дверь зажата в проеме. Вот. И есть возможность засунуть. Все замечательно выходит. Просто оставляете, разжимаете, и дверь выпрыгивает. Замечательно. Вот видите, человек как бы чуть-чуть меня поправил. Ну, дядя Олежа, куда не совал? Руки с жопой, блин. Ничего не получается. Ну, как говорите, видите, много где можно это использовать. То есть, ну и тут много замечательных тоже, еще нужных вещей. То есть, купив такой набор, допустим. Ну, вот я его покупал, это где-то 300 долларов. И чуть меньше. Короче, 350 он обошелся вместе с этой стяжкой. Очень удобно. То есть, незаменимая вещь. Как сделать стапель под нее, чтобы в гараже тянуть, ей можно было, как закрепить машину. Вот здесь будет ссылочка. Кто с компьютера, ссылочку будет видеть. Кто с андроида, ссылочка будет под видео. Там я показываю, как я сделал себе колхозный стапель. То есть, в гараже я сделал крепление. Как креплю вот эту всю фигуру, как я работаю. Ну, вот так он смотрится в транспортном положении. Дипломатик. Да, дипломатик весит. Конечно, он достаточно. Дело ходить тяжело. Да. Ну, и на сегодня все. Уж так получилось. Да, крыло профукали. Но гидравлику я вам продемонстрировал. На уроке ссылочку дал. Где про колхозные стапели, как тянем. Кто с андроида, смотрите в описании. Ну, а на сегодня все. Анекдот. Ну, анекдот такой. Мужик собирается на рыбалочку утром. Ну, раннее утро, да, пять часов. Мужик собрался, чай попил, удочки, все, собрал. Вышел, короче, из квартиры. Блин, вышел, там снег валит, короче. Погода вообще ужасная. Ну, не для рыбалки, да. Так посмотрел. У-у-у, я не пойду. Короче, потихонечку на цыпочках заходит домой. Удочки все сложил, чтобы не будить жену, что в шесть утра. Разделся, холодный весь такой. И в кровать такой залазит. Жена такая. Что, холодно на улице тут? Ой, да, вообще, противно. А мой-то дурак, на рыбалку пошел. Вот такой анекдот.